Добрый день, дорогие подписчики. С вами снова ваш юридический омбудсмен Фанис Галюзянов. И сегодня мы разберем один из кейсов, который случился в августе этого года с одним из наших клиентов, которому мы помогли спасти его автомобиль из серого салона, куда он со своим отцом обратился. Кстати, не забывайте подписываться, ставить лайки, шарить это видео, рассказывать о нем как можно большему количеству друзей, чтобы больше никто не попал в лапы вот таких вот мошенников, которые выбирают простое население. Итак, давайте все-таки разберем ситуацию. Мы попытались это сделать максимально в обучающем формате, чтобы люди знали, как нужно делать и как не нужно делать. Итак, с правой стороны мы с вами видим справа от меня, слева от вас, мы видим ситуацию, как нужно делать и как бывает хорошо, когда вы делаете все правильно. Ну то есть банально. Вы имеете старый автомобиль, приходите в автосалон официальный, проверенный, оформляете сделку для покупки нового автомобиля, который вас интересует, который вам нужен. Чаще всего это через трейд-ин. Не для кого не секрет, что автосалон, если выкупает ваш автомобиль, то, соответственно, вы все равно теряете какую-то часть этой стоимости, нежели если бы вы продавали, например, самостоятельно через сайт объявлений или какого-то посредника. То есть вы через трейд-ин теряете какую-то сумму, но зато это быстро, без проблем. И сумма, которую вы получили, денежные средства, за продажу вашего автомобиля за вычетом вот этой вот скидки 20%, ну примерно 20%. Вы носите их как аванс по договору при продаже, прошу обратить внимание, что это действительно очень важно. То есть носится именно аванс по договору при продаже, все эти средства. И на выходе, когда есть ваш автомобиль, в котором вы нуждаетесь, он присутствует или вы ждете, когда его привезут, чаще всего он обычно есть, вы получаете новый автомобиль, большую часть денежных средств от вашего автомобиля за стоимость нового автомобиля погашена. И там уже неважно, кредит вы его взяли или нет, кредит, но вы получили то, что вы хотели, денежные средства от продажи вашего автомобиля, уплаченные за приобретение нового автомобиля. И вы имеете, если даже взяли кредит, кредит, который вам по силам. Ну и в целом вы сейчас довольны, все правильно и законно, как это должно быть. А теперь мы разберем ситуацию с нашим клиентом, который в августе попал в такую ситуацию. Нам пришлось консультировать и вести всю ситуацию весь день. Наш специалист вплоть до одного часа ночи следующего дня был на связи с данным клиентом и помогал ему в этой сложившейся ситуации. Но результатом, что у нас чрезвычайно радует, все-таки люди смогли спасти свой автомобиль и не попасть в лапы этих машинок. Поэтому мы решили рассказать документы, кстати, если будет интересно. Мы тоже готовы представить. Итак, как делать не нужно. Мотайте на ус те, кто еще верит в то, что можно в какой-то затрипанный салон приехать и по выгодной цене что-то купить. Ездите только к официальным дилерам, либо к салону, который точно вызывает доверие, который находится в нормальных проездных местах, где вам не предлагают какие-то всякие левые схемы. Обращайте внимание, где вы находитесь. Не ездите вы на крайний город непонятные места, где жульковатые, лысые дядьки сидят. Итак, наш клиент. У него есть старый автомобиль, который он хотел бы продать и купить новый автомобиль, который ему нужен. Он приезжает в серый автосалон, который располагается в районе Торча-Мета, города Екатеринбург. В этом автосалоне его убеждают, что есть автомобиль, который вам нужен. Нужно будет оформить кредит. И для того, чтобы оформить кредит, и вам сделку банк одобрил, у вас собственных денег не хватит, мы предлагаем вам, ну, нужно вот эти документы подписать. То есть вот на что надо обращать внимание. Им предлагают подписать документы, говорят, вы не переживайте. Ничего страшного, что в шапке написан договор купли-продажи вашего транспортного средства. Если банк вам не одобрит кредит, мы разорвем этот договор купли-продажи вашего имущества. Внимание, вопрос. Где вы, когда брали кредит в банке, видят, что вас заставляют подписать на одобрение кредита в банке договор купли-продажи вашего автомобиля или квартиры, например, или почки? Ну, нет никогда. Если вы приходите брать кредит, вы оформляете договор кредита или заявку, но никак не договор купли-продажи автомобиля. То есть уже в этот момент человек должен был осознать, испугаться, что его разводят. Он подписывает этот договор, ему еще говорят, ну вот, для одобрения в банке необходимо сдать ПТС и сдать цель из транспортного средства автомобиля, и подписать как прием-передачи. Ну, и это ничего не значит, если что, мы порвем. Человек убеждает, что якобы эти документы не имеют никакого значения. Помните, уважаемые подписчики, все документы, которые вы подписываете, всегда имеют значение. Не верьте тем, кто вам говорит, что документы не имеют значения. После этого им радостно сообщают, что кредит одобрен. Кредиты, их интересовало автомобиль стоимостью 700 тысяч рублей, а им оставляют кредит на 1 миллион 400 тысяч рублей. И говорят, что отказаться сейчас от него нельзя. Если вы откажетесь от 1 миллиона 400, то, соответственно, деньги и средства, которые вы в получении в договоре купли-продажи автомобиля подписали. Кстати, еще очень интересный момент. Если мы говорим о белых схемах, то среднерыночная, так сказать, скидка на все эти вещи, она примерно колеблется в районе 20-25% в целом по городу и по миллиону. Но в ситуации с мошенниками вы можете потерять до 50% стоимости вашего автомобиля просто потому, что с вами работают мошенники и на всем зарабатывают. И деньги и средства от стоимости автомобиля наших клиентов вносятся, прошу обратить внимание, как задаток по договору. А соответственно, действующие законодательства, задаток по договору, в случае, если одна из сторон решила отказаться от доведения этого договора до конца, задаток не возвращается. И, соответственно, стоимость автомобиля, которую ребята подписали, и, соответственно, весь автомобиль, раз они уже акт приема передачи подписали, если они сейчас не захотят брать кредит на 1 миллион 400 тысяч, а они не смогут просто физически его потянуть. Соответственно, автосалон, сервис забирает и деньги, и автомобиль, и человек остается ни с чем. Еще и, скорее всего, будет должен там что-то. И, соответственно, оформляет задаток по договору и начинает разводить, что либо вы берете кредит на 1 миллион 400 и покупаете автомобиль дороже. То есть мы здесь попытались указать, что им предлагают кредит в два раза больше, чем он нужен был. И получаете дорогущий автомобиль, тот, который они не хотели, но за 1 миллион 400 и будут платить 40 тысяч рублей в месяц. Либо, раз меньше суммы сделать нельзя, вы получаете ту машину, которую вы хотели, и оформляете на нее страховочку стоимостью 600 тысяч рублей. Итого мы имеем новый автомобиль и убыток в 600 тысяч рублей за страховку. А страховка не в нормальной страховой компании, с которыми юридические компании, такие как наша, судятся. А другое юридическое лицо, которое как бы оформляет страховку. То есть эти деньги невозможно будет вернуть потом в соответствии с законодательством, как оно действует для большинства страховых компаний и банков. И поэтому им говорят, либо машина, которую хочешь, и минус 600 тысяч рублей, и плюс платеж по кредиту 40 тысяч рублей в месяц на протяжении 5 лет. Или получаешь автомобиль без страховок, но в два раза дороже, но кредит соответственно остается на кредит. Вот и думаем, дорогой человек, что ты будешь делать? Ну и соответственно, клиенты позвонили нам по горячей линии. Мы не стали заниматься ситуацией, когда вот нужно, чтобы вы подъехали, подписали договор. То есть мы сразу предупредили, сколько будет стоить нашей услуги. Мы готовы проконсультировать по телефону и, если потребуется, готовы отправить специалиста уже на место. К счастью, на место ехать не пришлось. Мы помогли, сориентировали клиента по телефону, проконсультировали, что нужно все же сделать. В его ситуации, и мы пытаемся довести это и до вас, если не дай бог вы попадете в ситуацию, или ваши знакомые попадут в такую ситуацию и позвонят вам, первое, что нужно сделать, успокойтесь, сориентируйтесь, просто пока покиньте это помещение, чтобы на вас не давили сотрудники этого серого автосалона. Подумайте, позвоните всем своим близким, друзьям, родственникам, знакомым, кто хоть какое-то имеет образование юридическое и просто хотя бы может здраво осуждать текущей ситуации. Далее, необходимо как минимум вызвать наряд полиции на это место с указанием того, что сейчас совершается мошенничество по 159 статье, «У меня пытаются отнять автомобиль путем заключения сделки, потому что меня вводят в заблуждение». Либо, как в ситуации с нашими клиентами получилось, у них на руках остались, несмотря на то, что они сдали все документы и прописали договор купли-продажи, на руках остались ключевые автомобили. Автомобиль, слава богу, не успели еще отдохнуть на их стоянку. Поэтому единственный совет, который я дал в той ситуации, когда мы ее разбирали, это то, что было необходимо тут же сесть нашим клиентам в автомобиль, забыть про документы, потому что документы всегда можно восстановить и ничего в этом страшного нет. Прыгнуть за руль, как можно быстрее увезти автомобиль, потому что очень важно спасти сейчас автомобиль, чтобы его не забрали, потому что документально он уже продал, и он не принадлежит нашим клиентам. Соответственно, советы были услышаны, автомобиль был перепаркован на надежную стоянку, на другом автомобиле наши клиенты доехали до необходимого отделения полиции, заполнили заявление, продали его, на следующий день в своем городе, потому что они были не местные, восстановили водительское удостоверение, потому что, к сожалению, его тоже мошенники забрали. И, к счастью, на заявление полиции в этом случае, потому что у мошенников автомобиля не осталось, и они понимали, чтобы как-то вернуть этот автомобиль, тоже придется много-много месяцев судиться с нашим клиентом, а он уже имеет юридическую защиту в лице нашей компании. И, соответственно, заявление, поданное в полицию, сработало, и через три дня этот салон связался уже с нашим клиентом, мы присутствовали при этой сделке, оформили все документы на расторжение этих договоров по задатку, договор о купли-продаже и, соответственно, подовых заявок по кредитам и страховкам. И, соответственно, к ним вернули еще те документы, которые изначально они забрали. Поэтому, резюмируя, друзья, никогда не жалейте денег на консультацию с юристом. Если вас что-то смущает, если вы собираетесь совершить крупную покупку в вашей жизни, а если вы покупаете что-то в кредит на 5-10 лет, это крупная покупка для вас. Не пожалейте на консультацию от 1000 до 5000 рублей, потому что это может стоить вам сотни тысяч рублей, а то и миллионы, как в текущей ситуации. Если попали в ситуацию, не ведитесь на то, что вам необходимо сделать сделку здесь и сейчас. В жизни бывает очень мало ситуаций, когда необходимо принять решение конкретно сейчас, в эту секунду. Обычно вас пытаются в этом убедить нечистые на руку люди. Поэтому не будьте такими и не допускайте таких ситуаций. Делитесь этим видео как можно с большим количеством ваших друзей. Не давайте мошенникам вас обмануть. Давайте вместе будем развивать юридическую грамотность населения. До новых встреч!